Я немного на самом деле в своем выступлении буду оппонировать первому спикеру, потому что он вас так немножко преуспокоил. Я считаю, что у вас очень мало времени на самом деле и у вас не так все очень хорошо. И поддержу второго спикера, который выступал, потому что у меня немножко будет про это, но я не буду туда глубоко уходить. Я являюсь основателем компании ICDT. Мы занимаемся в этом дежурный центр цифровой трансформации. Мы изначально вообще занимались этой темой в России, когда она только появилась, из первых, кто вообще эту повестку держал, с ней разбирался. Мы провели очень много программ и работ с компанией «Три России», очень много кейсов посмотрели, очень много кейсов сделали. И вот я хотел как раз поделиться какими-то основными ошибками, которые компании совершали и совершают до сих пор. Для того, чтобы компании на это обратили внимание и, собственно, задумались и как-то перестроили свою работу. В марте до второго мы здесь основали центр совместно с бизнес-школой Матеной. И работаем сейчас на рынке Армении, Казахстана, Индии и объединенных Арабских Эмиратов. Цифровая трансформация, ну, как бы из всех труб звучит эта, собственно, фраза, все про нее говорят, но очень часто содержание немножко теряется, потому что очень популярное слово – цифровизация, цифровая трансформация. Многие эксперты и люди понимают это по-разному. Я немножко раскрою содержание, а потом уже раз перейду как раз к тому, как компании должны двигаться и какие там проблемы возникают. Вспомним, ну, то есть, понятно, что цифра очень сильно меняет пользовательский опыт секущих клиентов. Вот если несколько лет назад, там, 10 лет назад сказать вам, надо сходить в банк, всех будет в голове очередь большая, то сегодня, если сказать, сходите в банк, вы всегда ставите себе телефоны, приложения и сделаете там свои операции. Так происходит во всех сферах, во всех индустриях, даже самых очень, скажем так, консервативных. Соответственно, такси, мы знаем этот пример, очень популярный, сходить в магазин, теперь можно ходить в магазин, даже не выходя из дома, все заказать себе и так далее. Но не все процессы цифровизированы. Вот если я скажу, сходите в бухгалтерию, в отдел закупок или за справку, у вас там целый, совершенно будет другой политический опыт в голове выстроиться. Для многих это даже очень страшная вещь. Вот, поэтому не все еще у нас цифровизировано, есть многие области и сферы, где еще до сих пор старый политический опыт. Немного я хотел различить, у многих людей есть знак равно между автоматизацией и цифровизацией. Тут я хотел немного такой вот пример рассказать, собственно, чем отличается автоматизация от цифровизации. Понятно, что никакая цифровизация не может быть без автоматизации, но принципиальная, как бы важная часть цифровизации – это перевод интеллектуальной деятельности в цифру. Что имеется в виду? Вот давайте вспомним старого таксиста, который еще без всякого Яндекс.приложения Убера, какие виды деятельности у него есть, помимо того, что он перевозит человека из точки А, точку Б. Он должен знать о том, где нужно генерировать виды, нужно знать лучшие точки в городе, нужно знать, где люди ходят. Это знание, то есть ваша эффективность зависит от того, насколько хорошо вы знаете и обладаете этой информацией. Дальше. Надо уметь построить маршрут, соответственно, нужно знать город, где образуются пробки в какое время. В этом смысле, как вы хороший водитель, вы должны это знать и уметь. Ну и знание, собственно, кто перед вами стоит, для того, чтобы предложить ему правильную цену, его не спугнуть, знать еще, какие цены другие таксисты предлагают. Вот это все, если вы этим хорошо обладаете, вы очень классный, хороший таксист. Что сделал Яндекс.Такси? Он забрал эти интеллектуальные функции и сфокусировал таксиста только на одном базовом действии – перевозка. Он сказал, типа, окей, мы теперь генерируем за тебя лиды, ты просто включаешь приложение, тебе падают лиды, ты выбираешь и едешь в любое удобное время. Мы за тебя построим маршрут удобный, мы знаем весь город, мы тебя туда привезем. И, соответственно, сами установим цену, потому что у нас есть данные о всех клиентах в данный момент, данные о всех таксистах. Эту функцию они забрали на себя, и, соответственно, теперь таксист, тем самым раскрыв доступность этой профессии, теперь любой человек, если у него есть водительские права, может спокойно стать водителем такси. Это пример цифровизации, именно когда с какой-то позиции снимается его интеллектуальная нагрузка, облегчая ему ключевую базовую деятельность. Давайте немножко про контекст. Вот уже сегодня упоминалось, что есть стартапы, которые атакуют так или иначе отрасли, это происходит во всех индустриях сейчас. Как бы самый страшный шок для финансового сектора и для банков, которые там годами просто занимались этой индустрией, то, что какие-то ребята в гараже сделали какой-то стартап, и тут начинают отбирать клиентов. При этом парни эти никогда не занимались финансами, они не знают, что это такое. Ключевая компетенция у них IT. И так происходит во всех, в космической индустрии, в ритейле и так далее. Более того, если вы сейчас хотите создать свой банк или компанию, вам нужно, понятно, получить лицензию, но многие компетенции, которые есть в банке, есть отдельные компании, которые эту компетенцию держат, развивают, и можно ее взять условно на аутсорс. Система безопасности, работа платформы, связанная с данными, бэк-офис, фронт-офис, можно таких кубиков попробовать пособирать. Многие сервисы доступны и их можно использовать. При том, что в финансовую индустрию приходят вообще игроки из других мест. Вот, например, недавно Apple анонсировали, что они строят свой банк, потому что они когда-то сделали телефон смартфона, там есть возможность платить. Как бы понятно, что хочется тут же сразу начать еще больше зарабатывать. Вот они начали анонсировать о том, что мы там сделаем свой банкинг. И дальше вопрос к банкам. Как вообще? То есть у вас вот еще даже Apple, хотя Apple вообще ни разу… Ну вот я бы стал волноваться, потому что есть крупные игроки, крупные, тот же Amazon, например, который вылезает в эту вещь. А пользователю он как? Ему же что удобнее, приятнее, туда я и пойду. Вот, соответственно, вот как бы компании традиционные на все это дело смотрят, нервничают и как это вообще можно описать. Вот есть схема жизненного цикла компании, достаточно популярно показывают в бизнес-школах. У любой бизнес-модели и у компании есть всегда несколько стадий. Есть сначала рост, потом плата и потом неизбежное падение, потому что система приходит, ну, система всегда меняется, должна меняться. Если она не меняется, то она, соответственно, как бы схлапывается и приходит все в ноль. И топ-менеджмент обычно занимается двумя вещами в компании. Первые люди пытаются повышать эффективность постоянно, там, реорганизация, давайте мы тут что-то автоматизируем, ускорим процессы, улучшим эффективность наших сотрудников и пытаются продлить ту самую бизнес-модель, которая была за счет снижения костов. Вторая часть топ-менеджера как раз пытается заняться темой развития. Давайте мы как-то переизобретем нашу бизнес-модель, пересоберем компанию и выведем ее на новую траекторию. Вот в странах в СНГ, к сожалению, таких кейсов мало, потому что история бизнеса очень короткая, на самом деле, с точки зрения всей истории. Вот в Америке и Европе, мы смотрели кейсы столетних компаний, таких переходов совершали несколько раз за всю историю. Но они совершенно другие. Вот есть заменительная компания John Deere, они вообще начинали с того, что производили эти плуги для сельскохозяйства, потом они производили тракторы, потом они много еще чего делали. Но сегодня у них ключевой бизнес-модель – это управление посевами, управление территорией, то есть уже как управление полем. То есть уже не трактор является базовым продуктом, который они всегда создавали и поставляли, а уже цифровой продукт под названием поле, которым можно управлять, которым можно видеть его данные, можно заказывать что-то еще параллельно, то есть совершенно изменили свою бизнес-модель. Но при этом как бы у них индустрия все та же, сельское хозяйство. Вот. Соответственно, когда сегодня у нас компании пытаются эту новую волну взять, они очень похожи вот на вот этих носорогов, они вот такие большие традиционные и очень хотят быть похожими на единорогов, тех самых, на которых они очень внимательно смотрят. Но они все равно остаются носорогами, и тут нужно это всегда учитывать. Не нужно пытаться стать единорогом, нужно быть очень умным и хитрым носорогом, я считаю. Есть у них, у этих носорогов, одно большое преимущество перед стартапами и всеми этими единорогами. Дело в том, что эти компании находятся на рынке уже достаточно большое количество времени, и у них накопилась дата, данные, у них есть история, которых у стартапов, к сожалению, нет. Сейчас даже есть инвестиционные соглашения, где компания большая инвестирует не деньгами, а данными. Потому что данные являются, как сегодня второй спикер говорил, про то, что это золото, новая нефть. По сути, на основе данных делаются все сейчас современные цифровые продукты. И без данных ничего работать не будет. И поэтому у компании большой, как раз, есть вот эта возможность выстрелить за счет того, что у нее есть хоть какие-то накопленные данные, которые не нужно, как минимум, понятно, что можно докупить, дособрать, но они уже у нее есть, и не нужно с чего-то начинать. Соответственно, любая компания пытается перейти от people-driven company, process-driven company к data-driven company. Что имеется в виду? То есть, когда у вас компания сфокусирована, не процессы центричные, или люди центричные, самое ужасное, когда люди центричные. То есть, если человека нет, бизнеса нет. Компания пытается перейти на дата-центричную модель. Это что значит, когда у нас все решения, все решения принимаются на основе данных и используются в качестве активов в санкционных данных. То есть, нет данных, нет бизнеса. И это не просто придумка, давайте все мы тут неожиданно начнем принимать решения на основе данных. Просто есть реальные компании, тот же Яндекс, мы много на них с ними разговаривали, смотрели. Они в принципе, у них так механики зашит, невозможно не принимать решения на данных. Там даже не люди принимают решения, а по сути эксперименты и данные по этим экспериментам. Соответственно, когда компания занимается цифровой трансформацией, она должна думать про 4 вот эти вещи. Сейчас я про них немножко расскажу. Первое, это собственно то, каким способом мы будем добывать новые деньги. То есть, наша новая бизнес-модель, вот эта самая новая волна, с помощью которой мы достанем новые деньги и выйдем на новый виток развития. Есть три гипа денег, которые можно добывать. Это less money, это то, что мы добываем из нашей внутренней производительности. То есть, мы за счет цифровых инструментов меняем наши внутренние процессы так, что стоимость этого процесса резко снижается. Второе, more money, мы зарабатываем больше денег на наших текущих коллектов за счет новых сервисов, продуктов и так далее. И третье, это new money, это по сути самые новые деньги, это новые продукты, куда мы вообще не ходили никогда. То есть, это вот пример Apple, давайте Apple решил пойти в банковский сектор, хотя ни разу там никогда не было. Вот. Или это платформенная бизнес-модель. Или что-то, или экосистема. Соответственно, это все обеспечивает цифровой актив. Очень часто в компаниях есть цифровое хозяйство, набор чего-то, всяких цифровых решений. Он должен стать ключевым активом, то есть, там должны генерироваться данные, создаваться модели, которые как раз позволяют эти новые деньги добывать. Для того, чтобы эти новые деньги добывать, нужен продуктовый портфель от цифровой компании. Продуктовый портфель и процессы работы с данными, которые позволят быстро создавать продукты, которые эти деньги будут зарабатывать и приносить. При этом нужно уметь работать с этим продуктовым портфелем так, чтобы быстро инвестировать в эксперименты, откидывать ненужные вещи и сфокусироваться на нужных вещах. И цифровая культура. В этой новой конструкции должны работать люди. Понятно, что эти люди другие. Это не те же самые менеджеры, которые… Ну, в смысле, ментально другие. Не те же самые менеджеры, которые были, там, условно, в проектном подходе. И тут неожиданно, давайте делать продукты. Они будут делать продукты проектным подходом, и ничего не получится из-за этого. Вот. И в чем здесь, как бы, проблема? Компания часто увлекается каким-нибудь одним блоком и забывает про другие. Например, очень часто там акционер говорит, все, короче, инвестируем в цифровую трансформацию, строим инфраструктуру. Ну, есть человек, который за это отвечает, он все это делает, но он там, они строят, 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 но никто не задает вопрос, как мы эту инфраструктуру будем отбивать. То есть у них примерно так звучит, давайте мы это бьем, когда все построим, или там в процессе будем разбираться и так далее. Ошибка, потому что не всегда понятно, что именно нужно строить, а ответ на этот вопрос лежит как раз в той бизнес-модели и в тех продуктах, с помощью которых мы будем зарабатывать. Или, например, очень часто компания увлекается обучениями различными, например, давайте всех сотрудников научим продуктовому подходу или CGM, все, чтобы умели разговаривать с клиентами, но при этом это в базовом процессе компании никак вообще не встроено. То есть все умеют вроде как, но работаем все так же в проектном подходе, зачем нам вообще эти CGM-ки, никто их как бы не смотрит, и вообще зачем они нужны, с точки зрения коммуникации не очень понятно. А в продуктовом подходе вы не можете без пользовательского пути клиента в принципе хоть что-то делать. Это прям, точнее, это как необходимость просто. Даже любой человек, который приходит из вне, если там правильные процессы выстроены, он просто не сможет это не сделать внутри компании. Вот, соответственно, часто компания забывает про какие-то другие блоки, и из-за этого происходит торможение и ступор. Вторая, да, кстати, есть пример просто, как можно разложить свои проекты по цифровой трансформации, поискать связь между этими проектами, какая архитектура нужна, какие алгоритмы нам нужны для того, чтобы создавать датапродукты и так далее. Второй важный блок – это то, что компания не знает своих внутренних бизнес-метрик. Я тут немножко буду отсылаться ко второму спикеру, который рассказывал про вот эту всю вещь. Тот же, я очень ненавижу NPS, потому что очень сложная метрика, за которой можно все обосновать, все инвестиции и так далее. То есть в чем задача? Когда компания занимается принятием решений на основе данных или же она работает в продуктовом подходе, у нее всегда есть ключевые метрики как внутренних процессов, так и процессов, связанных с клиентами, о которых рассказывалось. И решение принимается только на этих метриках. И умение разложить свой бизнес на эти элементы, сформировать гипотезы по отношению к этим метрикам. Например, мы понимаем, что у нас стоимость колл-центра, если мы применяем стоимость сотрудника, у нас экономика изменится вот так. И мы формируем гипотезу по изменению этой метрики, формируем туда продукт, который, возможно, поменяет. Начинаем, собственно, проводить эксперимент, и понимаем, либо меняется метрика экономика в целом, либо не меняется. Соответственно, я думаю, что этот фреймворк вы все знаете, как основной продуктовый подход, сбор генерации идей. И вот задача любой продуктовой команды дойти до самого конца. При этом компании, которые только начинают работать в этом режиме, там только 10% продуктов получают реализацию. И у компании становится задача, как можно больше пропускать через эту воронку, инициационную этих продуктов, как можно больше команд для того, чтобы выявлять и быстрее находить продукты, которые создают эффекты. Если раньше это было сложно, то сейчас с инструментами, технологиями, это достаточно дешевый вариант, и это, на самом деле, очень быстро можно делать. Даже MVP можно делать раз в неделю, вот стопудово. Если раньше, чтобы вам запустить компанию, создать стартап, нужно было потратить 5 миллионов долларов, потому что нужно закупить сервера, написать код, то сейчас там 3 тысячи долларов, потому что можно использовать облака, можно использовать различные открытые инструменты, которые позволят вам быстро собрать продукт, который можно протестировать, а дальше уже отправить его в разработку. Тем более теперь уже есть чат GPT, который очень сильно меняет вообще коммуникацию внутри компании, где не нужны какие-то определенные сотрудники, чат GPT за вас может часть работы сделать. Вот, соответственно, компания, вторая проблема, вот, собственно, о которой я говорю, это работа с метриками внутри, бизнес-метриками. Часто компания принимает решения каких-то экспертных своих заключениях, интуициях, и это важная часть, важная проблема. Вот, третья проблема, это связано с тем, как компания занимается работой со стратегией. Очень часто мы видели следующую картину, что компания приходит в консалтикную компанию, компания заказывает стратегию и пишет стратегию какое-то время, потом, что происходит дальше. Окей, мы понимаем нашу стратегию, компания говорит, пора формировать компетенции. Давайте сейчас мы тут инфраструктуру построим, найдем людей. Это сколько по времени обычно происходит, там, не знаю, год-полтора. После того, когда мы там, компания начинает все это делать, она сталкивается с рядом проблем, которая возникает, ну, в итоге там все растягивается на года-два, а то может у всех по-разному. После этого, когда у нас все построено, компания говорит, все, погнали, теперь, то есть вы понимаете, год прошел, как бы, а что со стратегией? Она уже устарела в этот момент, то есть еще никто не приступил к ее реализации. Соответственно, вот мы построили инфраструктуру, компетенции все мы развили внутри у себя, давайте сделаем юзкейсы, заработаем денег теперь на этой инфраструктуре. Вот приходит продуктовая команда, начинает работать, и тут неожиданно возникают, пусть данных нет, например. При этом топ-менеджер, который отвечал за инфраструктуру, говорит, как это нет? Все у нас есть, куча денег потрачено, у нас все есть, начинается, реально, то есть продуктовой команде там чего-то не хватает, и начинается вот этот пересмотр стратегии, а что нам не хватает еще для того, чтобы лучше работать, чтобы запускать датапродукты и так далее. И вот какой эффект? То есть у нас прошло какое-то количество времени, деньги никакие не были заработаны, было очень много денег уже потрачено. Самый эффективный вариант, который мы видели, это всегда начинать с каких-то минимальных базовых компетенций, необходимых для работы, с точки дата сайенса, дата аналитика, запускать продуктовые команды и пробовать работать в новом подходе, соответственно, искать новые ценности для клиента, создавать продукты, как внутри компании, так и для самого клиента, первые юзкейсы создавать. Когда это происходит, все сотрудники компании, руководство, начинают видеть ключевые проблемы, которые на самом деле существуют в компании, которые нужно менять только через реальные юзкейсы, которые нужно выдать клиенту. И тогда у вас появляются требования к инфраструктуре, к ключевым компетенциям, можно разрабатывать стратегии, уже основанные на реальных ресурсах и реальных компетенциях, которые были попробованы, опробованы и команды лучше понимают. Вот что я хотел сказать. То есть три вещи. То есть нет связи между элементами цифровой трансформации, бизнес-моделей, цифровой актив, компания, процессов и культуры. Соответственно, нет на основе данных и метрик принимает решение компания. И, соответственно, стратегию часто разработают в начале, а не потом, когда можно уже наработать какие-то минимальные кейсы. Вот. Так, я вам, не знаю, вышел за время, нет? Да. Спасибо, Максим. Давайте посмотрим, может, у кого-то есть вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.